Юрий Веселков, бывший военный, делает скульптуры из снега, научился еще в детстве. Он считает, что каждый год лепить снеговиков скучно, нужно разнообразие. Когда появились свои дети, делал вместе с ними разных животных. Фантазия нужна, пожалуй, только чтобы решить, как будет выглядеть персонаж, кого лепить, подсказывает календарь. У каждого года новый символ. В прошлом году у нас собака была, позапрошлым петух. Сейчас свинью, я не знаю, насколько получилось, но людям нравится, они ходят, благодаря за то, что мы каждый год лепим что-то. Поэтому как-то люди со всей Рязани приезжают, приходят с работы, такие с никаким уставшие лица, да, посмотрят, у них уже все, в семью уже приходят с настроением. Фото символа предстоящего года Юрий подсмотрел в интернете. Собирать снег помогали соседи и сын, учащийся строительного колледжа. Лепили свинью 11 часов. Самое сложное – поднять вот это все наверх, ну и терпение. Двор дома Юрия Веселкова стал местом паломничества благодаря социальным сетям. Соседи сфотографировали скульптуру и выложили в интернет. К скульптуре часто приходит не только фотографироваться, здесь любят гулять родители с маленькими детьми. Очень понравилось, очень понравилось. Детям очень нравится. Он каждый год нас радует. То свинью слепит, то собаку – символ года. Детям очень весело и нам тоже, соответственно, большое спасибо ему. Сколько простоит скульптура, зависит от погоды. Пока идет снег, есть возможность ее подреставрировать и привести в порядок. Благо, что материал бесплатный и недостатка в нем нет. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».